Коммунальные беды мегаполиса в рассказах его жителей. Здравствуйте, в эфире дежурный по городу. Улица Воронежская, 244. Старый асфальт. При въезде во двор срезали почти год назад, а новый так и не положили. У нас совсем тут нет никакого асфальта. Машины идут одна за одной. Грязь, пыль стоит столбом. Нам в окна дышать нечем. Абсолютно даже. Машин очень много, потому что ту часть закрыли, там ничего не проходит. А здесь все открыто, и все машины идут через наш микрорайон. А до конца ничего не доделали. Бросили все среди дороги и уехали. И уже почти год нет здесь никого. Бордюры поставили, а остальное больше ничего не делают. Совершенно ничего не делают. Одна пыль, одна грязь. И идет здесь очень большой поток машин. В прошлый год я с этими строителями сказала, я говорю, вы что же это, закончите здесь? Нет, мы на будущий год все продлим, закончим. А уж полгода, как говорят, пол лет прошло, а все на том же месте. Содрали этот асфальт, верхний слой, увезли его куда-то, и все, и осталось в том положении. Ремонт нужен, необходим даже. Но они сделали, все сняли, верхний слой подготовили, бордюру поставили. А времени хватило, что тут осень, что ли, не знаю, что-то. И уехали. Просьбы вот нам, чтобы они за это лето сделали нам тут асфальт, чтобы мы не задыхали с пылью. Роторный переулок 14 к темпам и качеству капитального ремонта у жителей масса претензий. Начался у нас капитальный ремонт по программе государственной, вот этой. И уже с февраля месяца идет этот ремонт. По сей день он не закончен. Идут одни недоделки, вечно, постоянные, все вот в таком состоянии. В квартиру занесли без моего ведома батареи со всего дома, заскладировали, испортили мне линолеум, испортили стены. Испортили потолок в ванной, просто-напросто. Стены, вот даже обычные положено, перемычки, где вот смыкается, ставятся специальные эти гильзы, их не ставят. Ну, в общем, все вот так вот, все разнесли, дом. Велись работы по замене канализации, по замене воды холодной, центральной во всем доме, и отопление. Вот отопление они до сих пор не могут закончить. Судя по тому, как сделали они воду холодную, исходя из того, что 6 порывов было после первой опрессовки, можно и сказать и об этом, то же самое. Что то же самое будет, такой же результат. Потому что люди непрофессионально, неподготовленные, необученные, не знают, не понимают, что делают. Когда начинают спрашивать, рассказывать, ребята, говорят, вот это вот так делается, это вот так делается. Хлоп-хлоп, глаза, и все. Люди набраны просто от пивнушки, скажем так. Нет никакой подготовки, нету, блин, я не знаю, но этим должны заниматься люди профессиональные. Прежде всего. От этого зависит и качество. От этого и материалы, которые вложили сюда, деньги государство, которые вложил. Этим и должны заниматься профессионалы. Они, извини меня, недоручки. Поэтому так вот. И у меня этот вот ремонт уже длится, 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 длится так по всему дому. Он будет, если на улицу, там до сих пор яма не закопана, канализация положена. Полы я могу вам в коридоре показать, как они сделали. Там это просто подняли. Даже вот сейчас вот поднять можно и посмотреть, как этот ремонт делается. Здесь вот, буквально на кухне можете пройти, посмотреть. Здесь все было в плитке, все было отлично. Теперь здесь разруха полная. Вот эта вот сварка, вот эта сварка, это не сварка, это лепнина, самая натуральная. Хуже нельзя искать. Я сварщик с 26-летним стажем, знаю и понимаю, что я делаю. О чем я имею. Так это никто не делает. Вот это вот, куда такой мне отвод? Здесь мне теперь стол не поставишь, потому что здесь вот это торчит. Можно было сделать все, подогнуть, красиво, аккуратно сделать. На сегодня это все. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся.